Новости Севастополя 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 за 70 лет и какие новые автомодели выйдут на линии города. 20 дней в море более 500 километров пути. В Севастополе завершается акция «Черноморская эстафета победы» с участием российских пловцов-экстремалов. Были отрезки и короткие по 20 километров, и волны были 4,5 метра. Кто эти герои, преодолевшие этот путь и чему посвятили заплыв? Знакомство с этнокультурной самобытностью в Севастополе появилась фольклорная мастерская. Когда нажимаешь ногой правой на педаль, колесо крутится, вырабатывается нить. Она специальными движениями превращалась в нить и вставлялась в определенные места. Чему можно научиться в этом мастерской и что еще появится там в ближайшее время? В России установлен новый антирекорд по количеству заразившихся COVID-19. За сутки в регионах зафиксированы 20,5 тысяч случаев. В Севастополе диагноз подтвержден еще 84 человек, 20 пациентов госпитализированы в стационар инфекционной и 9-й городской больниц. Остальные на амбулаторном лечении. Заболевшие местные жители возрасте от 8 до 85 лет. Зарегистрированы еще 4 летальных исхода. Все умершие пожилые люди от 65 до 81 года. Правительство Севастополя напоминает возрастным жителям о необходимости соблюдать самоизоляцию. Люди пенсионного возраста болеют тяжелее других и имеют самый высокий процент смертности. В Крыму впервые за долгое время среднесуточный показатель стал снижаться. Зарегистрировано 130 новых случаев. У 30 человек болезнь протекала бессимптомно. От осложнений скончались еще 5 человек. Знак бесконечной благодарности за нелегкий труд. Севастопольские представители партии «Единая Россия» организовали для врачей города сюрприз. Подготовили подарки и вручили их в торжественной обстановке. Подобные знаки внимания приятны всегда, а в непростые периоды особенно. Сегодня медики работают буквально на износ. Прекрасно, что это, конечно, далеко не все, что мы могли бы для вас сделать. В любом случае, и в планопроекте, который еще из «Единая Россия» был по поводу выплат дополнительных врачей и по поводу вообще самой работы здравоохранения. Ой, все на вас, уважаемые врачи. Сегодня это самые главные люди в стране. Люди в белых халатах. Врачи и медсестры. Они ежедневно выходят на передовую. Помогают, не требуя ничего взамен. Рискуют, не щадя себя. Понимая, враг коварен и бой неравный. Главная награда для них – спасенная человеческая жизнь. Знаете, мы работаем и делаем свою работу иной раз. Просто мы понимаем, что мы должны это делать. Мы учились на это, мы работаем. Но когда вспоминают у нас специалисты, коллеги, которые, они даже, в общем-то, нам не коллеги, но по духу, наверное, близкие эти люди, то, наверное, все равно это приятно. Приятные подарки, приятное внимание. Просто даже слово «спасибо», которое говорят те же и пациенты, и не пациенты. В общем, достаточно приятно. Выходные и праздники у врачей сейчас явление редкое. Этот, устроенный севастопольскими единороссами, один из немногих. Сладкие подарки – это своеобразное спасибо за бессонные ночи и тяжелые дни. Благодаря им в городе Севастополь мы сможем сохранить спокойствие. И те маленькие подарки, которые мы сейчас вручили нашим врачам, они дадут возможность им остаться теми людьми, которыми они являются. Попить чаю, отдохнуть, радостно пообщаться с коллегами, просто передохнуть. Радостно провести время действительно получилось. Все эти неприятностей, которые сейчас из-за эпидемии пришли, мы преодолеем. И так же наше сотрудничество будет не столько в таких приятных катетиках, но и в таких делах, которые будут для вас не менее важны и не менее полезны, чем что мы делаем сейчас для вас. Валерия Окунева, Новости Севастополя. Воспитанницы пансиона Минобороны тоже говорят спасибо докторам. Они запустили онлайн-акцию со словами благодарности и поддержки военным медикам, оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией. Как на войне вы, медики, в строю, не за признание, деньги и награду, достойно выполняете свою священную выклятву Гиппократа. И каждый день идете, как на бой, свой ежедневный подвиг совершая. И ради нас рискуете собой. В основу видеоролика, размещенного на ресурсах военного ведомства в сети интернет, легли кадры самоотверженной работы военных медиков по оказанию помощи людям в российских городах и за рубежом. В Севастополе, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Дагестане, Южной Осетии, Италии, Сербии и многих других городах, где Министерством обороны были развернуты многофункциональные медицинские центры, полевые и мобильные госпитали. Медработники Минобороны России сегодня продолжают делать все возможное, чтобы оказать необходимую квалифицированную медпомощь, передают опыт своим коллегам в регионах. Именно к ним со словами поддержки и благодарности обращаются юные воспитанницы пансиона Минобороны. Далее о повестке федерального уровня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сейчас работает в Москве. Глава города уже провел несколько встреч о том, как они прошли и о чем удалось договориться. Михаил Развожаев рассказал в своем аккаунте в Инстаграм. Во время разговора с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фольковым обсуждалась судьба морского гидрофизического института РАН. Сейчас здание находится в удручающем состоянии. Министр пообещал рассмотреть возможности выделения финансирования для его ремонта. Еще одна тема развития СИФГУ. В ВУЗе есть много направлений, которым нужно идти вперед. И для этого необходима экспертная помощь Министерства науки и высшего образования. Также Михаил Развожаев встретился с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Дагузовой. Обсуждались перспективы будущего нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Севастополь намерен войти в этот нацпроект и получить финансовую поддержку для улучшения городской инфраструктуры. И в продолжении темы развития науки и образования важное сообщение пришло из Нижнего Новгорода. Там сейчас проходит форум «Университеты 2030. Наука компетенции молодежь». Принимают участие представители всех вузов страны. Обсуждается стратегия дальнейшего развития образования и науки. В первый же день работы форума подписан важный документ соглашения о создании университетского консорциума. В него войдут Севастопольские, Дальневосточные и Балтийские университеты. Они объединятся для исследования мирового океана. Университеты расположены в ключевых точках в Российской Федерации. Регионы связаны с освоением океана. У каждого из участников есть свои компетенции, свой научный парк. Кооперация позволяет проводить исследования, делать замеры как минимум в трех зонах окружающей Россию морей. Это дает возможность проведения широкомасштабных исследований, на которые по одиночке университеты не способны. Ведущие университеты всегда сотрудничали и даже наращивали объемы сотрудничества. Но на новом этапе, в рамках нового национального проекта мы хотим сделать это безусловным приоритетом создания таких вот консорциумов. Но консорциум это инструмент, а цель объединить усилия академических институтов, Российской Академии Наук, наших университетов. Ну и, конечно, я не могу не сказать про бизнес. Хотя, когда я говорю про интеграцию, в первую очередь имею в виду объединение усилий системы высшего образования, системы исследований и разработок. Тем временем в законодательном собрании Севастополя начали обсуждение кандидатур на посты вице-губернаторов, которые предложил глава города Михаил Развожаев. Напомню, пока названы пять фамилий, четверо из них и сейчас занимают эти должности. А вот куратором сверхобразования, науки, культуры и спорта губернатор видит нового для Севастополя человека. Подробности узнаете из нашего следующего сюжета. Глава Севастополя Михаил Развожаев решил не вносить серьезные корректировки в состав своих заместителей. Большинство вице-губернаторов, вероятнее всего, сохранят свои посты. Это не мудрено. Менять кардинально команду, которая была проэкзаменована пандемией, по мнению многих, нецелесообразно. Команда показала свою работоспособность, эффективность. Причем в непростое время, это и первая волна коронавируса, когда в очень короткие сроки были разработаны меры по поддержке бизнеса. И в том числе работа правительства эффективная в летний период, когда, несмотря на ограничения, все-таки позволила эффективно работать и правительству, и отраслям экономики. Работать еще эффективнее задача номер один для правительства на ближайшие пять лет. В федеральной целевой программе масштабных строительных объектов в Севастополе за последний год прибавилось на десятки миллиардов. А еще буксовавшие ранее проекты нужно, наконец, довести до конца. Это и многопрофильный медицинский кластер, и ввод в эксплуатацию комплекса канализационных очистных сооружений, и решение вопросов водоснабжения города. Все это требует глубокого погружения в проблемы и большого опыта управления. И это сыграло большую роль при формировании команды губернатора, считают эксперты. Перед Михаилом Разважаем стоит очень серьезный уровень задач, который необходимо срочно решать. Я бы даже сказал, что такого масштаба задач и проектов в Севастополе в 21 веке еще не было. Поэтому вновь назначенные высокопоставленные руководители в правительстве должны приступать к работе немедленно. Правда, с вице-губернаторов, сохранивших посты, и спрос будет выше, уверена глава регионального исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник. Если мы сегодня говорим об исполнительной власти, то действительно давайте думать о том, что в некотором смысле правительство, которое отработало уже год, будет легче. Во-первых, они уже имели возможность изучить регион, погрузиться в его проблематику. Во-вторых, они уже знают людей. И поэтому хочется думать, что у них получится создать такую структуру правильную, таким образом подобрать штат, выстроить взаимоотношения, что это реально может принести пользу городу. Новый человек в команде тоже есть. Его имя до сих пор в Севастополе не было знакомо. Однако опыт москвича Игоря Михеева вселяет уверенность. Образование, культура и спорт в умелых руках. Ранее он работал на руководящих позициях в Министерствах спорта и туризма, науки и высшего образования Российской Федерации. Назначение чиновника из федерального ведомства пойдет на пользу нашему образованию и всей этой структуре. Опыт там колоссальный. И я думаю, что в городе Севастополе будут останутся довольными. И самое главное, это очень большой вызов для него создавать что-то новое. И главное, перенастраивать систему образования на новый лад. Окончательное решение по представленным кандидатурам на посты вице-губернатора в севастопольские парламентарии примут на сессии в ближайший вторник. Алексей Дмитриев, Александр Тарасенко. Новости Севастополя. Далее о памятной дате. 77 лет назад, 6 ноября, войска Красной Армии освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. Противник был выбит из столицы Украины в ходе киевской наступательной операции. Она началась утром 3 ноября в 40-минутной артподготовке. А уже к вечеру того же дня наша армия вошла в пригороды. 4 числа закрепились на северных границах Киева. Форсирование Днепра и возврат под свой контроль Киево-Житомирского шоссе 4-5 ноября позволило отрезать немецкие силы от снабжения. В результате чего противник начал отступление и, наконец, 6 ноября город был освобожден. Сегодня севастопольцы несут цветы к столи Киева на аллее городов-героев. Севастопольский троллейбус празднует юбилей. Ровно 70 лет назад, 6 ноября 1950 года, по маршруту железнодорожный вокзал Горама-Тюшенко вышел первый троллейбус. В честь даты на предприятии Севэлектроавтотранс провели торжественное собрание, на котором наградили лучших сотрудников. Как выглядел первый городской троллейбус и откуда начался его маршрут? Об этой истории длиной в несколько десятков лет. В репортаже Оливтина Игнатьева. История севастопольского транспорта начинается, конечно же, с музея предприятия. Черно-белые фотографии, пожелтевшие от времени приказы, советские кассовые аппараты и, конечно, память о Великой Отечественной войне и ее последствиях для города-героя. В те годы разрушенный Севастополь собирали буквально по крупицам и вернуть трамвайные составы, которые до этого курсировали по городу, было уже невозможно. Тогда на смену им решено было запустить новый вид транспорта. Так как послевоенные годы город расстраивался, и следующим видом транспорта был избран троллейбус. Итак, был издан приказ номер 23, по которому было принято, в городе-герои будет следующим видом транспорта троллейбус. Итак, 6 ноября 1950 года на площади Комуны, ныне площадь Ушакова, собралось много народу. Был очень праздничный день, был пуск первого троллейбуса. Вот он, тот самый первый троллейбус, легендарная модель МТБ-82Д. В народе прозвали аквариум за достаточно широкую заднюю часть и большое пространство между сидениями. Именно в этот день, 70 лет назад, за его руль сел водитель музыка, вот в такой вот фирменной форме. Номер один гора Матюшенко-вокзал. Таким было первое направление троллейбуса, вошедшего в историю. Начиная с этого дня транспортная жизнь Севастополя пошла по новой вехе. А рогатые автобусы прочно вошли в жизнь каждого пассажира. Модели менялись, модернизировались системы управления, добавлялись новые возможности и функции. И вот уже в этом году автопарк предприятий обновился усовершенствованными версиями городского транспорта, которые прибыли к нам из Вологды. Они могут быть двух вариантов. Это с автономным и без автономного хода. Если с автономным ходом они будут на 26 посадочных мест, и без автономного это 30 посадочных мест. Также мы комплектовали данные троллейбусы дополнительно кондиционером салона и кондиционером кабина водителя. Есть система Wi-Fi, беспроводной интернет. Вот такие авангарды уже вышли на линии Севастополя. Изменения, конечно, колоссальные. К примеру, тут уже встроена мультимедийная система. А также всего по салону расположено около 8 камер. Изменилось и межколесное пространство. Посмотрите, насколько оно стало значительно больше. Но и самое главное, сердце троллейбуса – это водительское место. Оно тоже потерпело некоторых изменений. К примеру, добавились кнопки системы АБС и СР. Также появилась встроенная система «Говорящий город». Ну и, конечно, улучшенная система торможения. Более плавная и мягкая. Целая сотня таких современных троллейбусов пополнит автопарк Севэлектроавтотранса до конца этого года. И заменит на городских маршрутах уже устаревшие модели. Их преимущества, а главное – кардинальное отличие от предыдущих версий – уже успели оценить сотрудники предприятия. Эти троллейбусы, конечно, целый настоящий космический аппарат. О чем только можно было мечтать. Я считаю, что это достойно подспорья и достойно особенно для новых кадров, которые мы так сильно нуждаемся. Новые люди на новые рабочие места. Сейчас Севэлектроавтотранс – это огромное предприятие. Со своим троллейбусным парком, школьными и пассажирскими автобусами, а также социальным такси. Кроме того, уже совсем скоро его транспорт будет перевозить пассажиров не только по суше, но и по воде. В ближайшее время предприятию будут переданы и морские перевозки. Это катера, паромы. Также предприятию планируется передать и автовокзал для дальнейшего развития, это и междугородних перевозок, и более качественного обслуживания пассажиров в городе Севастополь. Сегодня здесь поздравляют всех тех, кто ежедневно выходит на работу, для того, чтобы каждый из нас мог максимально быстро и комфортно добраться в нужную часть города. И спустя 70 лет с момента выхода первого троллейбуса, благодаря их работе, любимый всеми транспорт продолжает развиваться и двигаться по новым маршрутам. Алевтина Игнатьева, Дильвер Меджитов, новости Севастополя. Севастополь финиширует акция «Черноморская эстафета победы». Несколько десятков российских пловцов-экстремалов из 15 регионов страны в течение почти трех недель вплавь преодолевали расстояние в несколько сотен километров. За день до финиша эстафеты «Моржи» окунулись в историю двух оборон города, побывали на 35-й береговой батарее. О том, какие испытания пришлось преодолеть во время заплывов и чему посвятили акцию, расскажет Святослав Данилов. «Черноморская эстафета победы! 35-й береговой батареи! Ура!» Уставшие, но довольные. Эти люди невероятной силы духа, закалки и характера добрались до Севастополя. Доплыли до берега Голубой бухты. Плыли не налегке. В руках еще и флаги, копия знамени победы, общественных организаций, которые представляют «Моржи». Они словно 33 богатыря, которые выходят из воды. С ними дядька Черномор. Это Александр Брылин. Главный идеолог и организатор акции «Черноморская эстафета победы». В этом году ключевым событием и главным спортивно-патриотическим мероприятием стала Черноморская эстафета победы от Новороссийска, Новороссийск, Керчь, Севастополь. Пройти по всем местам боевой славы, от Кубани через Крым и приплыть в город воинской славы, в город-герой Севастополь. Были отрезки и короткие, по 20 километров, и волны были 4,5 метра. Они стартовали в Новороссийске 20 октября. И за все это время проплыли более 500 километров. Во время заплывов несколько десятков пловцов-экстремалов передавали друг другу эстафету. И таким образом в течение дня проплывали порядка 20-30 километров. К акции присоединились не только крепкие мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Мы привыкли тренироваться в волнах, но здесь особенности течения было сложно, очень сложно. И длительная такая экспедиция тяжелая. Тяжелая, ну и разные психологические характеры людей. И, в общем-то, и болели, и простывали. Ну, я хорошо себя чувствую и прошла. Я не пропустила ни один заплыв. Когда мне было сегодня, вот в каком-то моменте трудно было плыть, я думала о тех героях, которые здесь погибли, которые защищали город, которые освобождали город. Если обычно тренируются и соревнуются эти отважные люди в воде не теплее 2 градусов, здесь температура была около 18 градусов. И крымскую воду пловцы сравнили с парным молоком. Чтобы познакомиться с историей города-героя, в Севастополь приплыли моржи из 15 регионов страны. Одно из самых многочисленных представительств у Мурманска 5 человек. В Российской Федерации очень сильно развито общественное движение, движение холодового и ледяного плавания. И именно вот эти закаленные люди предложили идею, вообще идея родилась на Дальнем Востоке, провести такую замечательную эстафету памяти. От Новороссийска до города-героя Севастополя. Провести такую эстафету в 2020-м решили впервые, специально в год 75-летия Великой Победы. А готовились к этому событию около полутора лет. Это было очень престижно. Именно здесь, в нашем городе-герои Севастополя, который был полностью практически разрушен немцами. И память о тех погибших, которые здесь защищали наш город, сделают эту эстафету. Это грандиозное мероприятие. Таких еще не было, вообще никто не проводил. Для участников акции провели экскурсию по территории 35-й береговой батареи. Рассказали о героических подвигах защитников Севастополя. Финиширует Чарноморская эстафета Победы в субботу, 7 ноября, у мыса Хрустального. Тогда же Севастоплю планируют передать частичку земли из Петропавловска-Камчатского. Взяли землю с места героического сражения при обороне Петропавловска в августе 1854 года. Тогда наши войска одержали победу над англо-фанцузской эскадрой во время Крымской войны. Святослав Данилов, Дельвер Меджитов, новости Севастополя. В Севастополе подвели итоги седьмого большого офицерского благотворительного бала. Он прошел 27 сентября на территории Михайловской батареи. Каждый год организаторы исполняют мечты талантливых ребят. В этот раз заветные желания воплотились в жизнь у двух девочек из Севастополя и Евпатории. А также в честь главного события этого года, 75-летия Великой Победы, организаторы торжественно наградили коллектив Севастопольского ансамбля «Надежда», участники которого «Дети войны». Все подробности далее. Коллектив «Надежда» существует уже более пяти лет и участников в нем, как букв в красивом имени, семь. И большинство из них – дети войны, исполняют в основном песни, которые сочиняют сами, аккомпанируют на аккордеоне, стареньком. О новом инструменте раньше могли только мечтать. И вот, мечта сбылась. Драгоценный подарок привезли из Санкт-Петербурга. В нашем коллективе часто бывает, сочиняются песни авторские. И есть необходимость сопровождения, как минусовки, которые мы не можем сделать. А цифровой аккордеон позволяет нам очень хороший аккомпанемент сделать для авторских песен. Еще одна мечта исполнилась у Варвары Прониной. Ей всего 9 лет, и 4 из них она посвятила музыке. Варя мечтает играть, как великий Паганини. Но, признается, она сделать это сложно, когда у тебя нет своей скрипки. Какие твои любимые уроки в музыкальной школе? С Сан-Феджо, ну еще по скрипке любимые уроки. Расскажи, пожалуйста, есть у тебя какая-то маленькая мечта, связанная с музыкой? Я хочу научиться играть, хорошо научиться играть на скрипке. Еще одна счастливица – юная художница из Евпатории, Ангелине, 14. Ее кумир – великий русский художник Илья Репин. Моя мечта – это хорошо опознать все секреты искусства. Может быть, есть какие-то направления, которые тебе в рисовании нравятся? Мне нравится направление рисунок и живопись. Рисунок – это рисование графическими материалами, карандаш, ручка. Также живопись – это рисование красками, акварельными, основными. Ежегодно организаторы БАЛа собирают заявки на участие в благотворительности и находят тех, кому больше всего необходима их помощь. Традиционно мы поддерживаем детей, одаренных из семей самых разных – и крымских, и севастопольских. В этом году, так как у нас 75 лет победы, была тематика такая особенная, поэтому третьим направлением благотворительности стал ансамбль «Надежда», в котором есть участницы «Дети войны». Поэтому мы немножко расширили в этом году нашу концепцию. В этом году удалось исполнить три очень важные мечты. Возможно, с каждым годом количество таких подарков будет увеличиваться. Валерия Окунева, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя. О Севастопольском этнокультурном центре на улице Ленина, 30, появилась фольклорная мастерская. Она стилизована под быт Малороссии конца 19-го – начала 20-х веков. Создатель культурного центра – автономная некоммерческая организация «Родной край». О каких народных традициях расскажут в этноцентре и чему там можно научиться, узнавала Ирина Варава. Так как этот инструмент украинский, конечно, звучит украинская песня. Старинный струнный ударный музыкальный инструмент «Симбалы» – единственный в городе. Этот и другие экспонаты конца 19-го – начала 20-го веков привезли из краеведческой экспедиции по малым городам России авторы проекта «Малороссия». Цель поездки – собрать фольклорную атрибутику, чтобы познакомить севастопольцев с этнокультурной самобытностью народов России. Начали с приграничных с Украиной территорий. Багучар – Воронежская область, Балуйки – Белгородская область, Кантемировка – Росаш – Воронежская область, Донецк – Ростовская область. Получается, что у нас пять городов. В каждом городе мы останавливались, общались с местными жителями. Собранная по крупицам экспозиция оформлена в этнический уголок. Уютная хлебосольная атмосфера домашнего очага малоросской хаты. По углам обереги – вышитые рушники, на столе узорчатая скатерть. В центре – действующий угольный самовар, а рядом – глиняные ковшины-глечики для молока, мёда и узвара. Дополняют картины баранки-бублики, словно только-только вышедшие из горячей малоросской печи. Варили кашу на всю большую семью в Макитре. Это семилитровая глиняная чаша. Особое место в экспозиции занимает дубовая ножная прялка. Без неё не обходились ни в одном доме. С её помощью девушки в старину готовили приданное. Прялку сейчас реставрируют, но совсем скоро на ней будут обучать предельному мастерству. Когда нажимаешь ногой правой на педаль, колесо крутится, вырабатывается нить. Она там специальными вот такими вот движениями, она превращалась в нить и вставлялась тут в определённые вот места. Следит за порядком в хате хлопчик войкос Поланыны. Его нашли, когда разбирали сундуки с ветошью. Оживляет фольклорную экспозицию звучание этнической цимбалы. Это моя родина, и всё это звучит во мне. И когда ты связан с этим потрясающим инструментом, понимаешь, что вот эта частичка твоей души расходится вокруг тебя, и люди это тоже чувствуют. Нашу историю надо вспомнить и передать её нашим будущим поколениям. Фольклорная мастерская открыла двери буквально на днях. Здесь, в отличие от других экспозиций, можно потрогать этнические экспонаты руками, а ещё использовать свои руки в мастер-классах. Специалисты научат делать куклу-мотанку или соломенного петушка. Поделки из природных материалов разработаны для взрослых и детей. Мастер-классы предназначены для лёгкой моторики рук, на развитие фантазии, на развитие внимательности. От трёх до подросткового возраста сейчас очень современное направление – эпоксидная смола. Изделия из эпоксидной смолы – это для контингента постарше. Женщинам, девушкам, которым тоже в промежутках между работой хочется занять свой досуг с пользой, допустим, для дома. Чему-то научиться и какую-то вещь домой красивую, интересную принести. Расписание мастер-классов разместят на портале «Родной край». В фольклорной мастерской планируют проводить тематические мини-концерты, обучать этнической музыке и рукоделию. В будущем тут появится столярная мастерская для мальчиков. Ирина Варава, Сергей Котлеренко, Новости Севастополя. Самые доступные цены осеннего сезона. На улице Героев Бреста открылась традиционная ярмарка урожая «Всё своё». Организаторы обещают не только разнообразие товаров, но и развлечения для детей и взрослых. Безопасность прежде всего. Чтобы попасть на ярмарку, нужно сперва пройти медицинскую зону, продезинфицировать руки и, конечно, надеть маску. Мы приглашаем вас по самым лучшим ценам приобрести товары, которые представлены здесь в огромном ассортименте. Товар с грядки на любой вкус и кошелёк напрямую от производителя. Это значит, что продукты здесь не только качественные, вкусные, но и недорогие. Это социальный проект, это ярмарка очень востребована жителями не только близлежащих домов Гагаринского района, но и всего города. Упор сделали на те продукты, по которым в том числе и повышение цен обоснованное произошло в этом году. Осенний ярмарочный квест. Найди вывеску «Лучшая цена» и сэкономь. Например, у сахара здесь чуть ли не самая выгодная стоимость в городе. Почём сахар? 45 рублей. Лучшая цена. Взвесьте, пожалуйста, пару килограммов. Сюда, на Бреста, съехались более 80 фермеров. В основном из Крыма и Севастополя. На ярмарку всё своё привезли с собой. Яблоки, мёд, мясо, выпечку. На нашей ярмарке посетители могут приобрести овощи, фрукты, мясомолочную продукцию и рыбу непосредственно от товаропроизводителя. Вот уже который раз мы соединяем покупателя и товаропроизводителя напрямую. Мы севастопольская пекарня. Мы начинки, которые все делаем, выращиваем и изготавливаем сами. В теста у нас тоже входит всё самое натуральное, без улучшителей, без стабилизаторов. Или, например, продукты. Для такого актуального сейчас витаминного салата из помидоров, огурцов и перца самым экономным обойдутся всего в 300 рублей за килограмм. Живого амура, мраморного сама или карпа можно взять за 250. Рыба Кубани исполняет любые три желания. Есть выбор, есть время, чтобы выбрать. Есть ассортимент, который и цена устраивает. На месте бывшего пустыря, теперь как в Греции, есть всё. Даже для тех, кто хочет не просто покупать свежие продукты прямо с грядки, но и выращивать их самостоятельно. Здесь у нас и декоративные, значит, и розы, и ягодные кустарники, и плодовые деревья. Но чтобы согреться и заморить червячка, можно попробовать жареной севастопольской картошки. Картошечка румяная крымская. Подходите на дегустацию урожая. Согревают на ярмарке не только ароматными блюдами, но и тёплой атмосферой. Все три дня здесь можно смотреть любимые фильмы или сделать фото на память в ярких декорациях. Главное – успеть. Осенняя ярмарка урожая – всё своё открыто до 8 ноября. Александра Ковалёва, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя. Севастопольская спортсменка, 16-летняя Дарья Шуманская, может войти в юношескую сборную России по регби. Два года спортсменка играет в составе севастопольской команды «Чайка» под руководством тренера клуба Ивана Науменко. Дарью пригласили на сборы в юниорскую команду по регби-7. Они пройдут с 10 по 23 ноября в городе Крымске. 20 спортсменок со всей страны будут тренироваться и проведут тест-матчи. Из лучших тренеры выберут 12, которые войдут в сборную России и будут представлять страну на чемпионате Европы 2021 года. Сейчас стараюсь как можно больше времени проводить на поле, чтобы всё-таки хорошо представить Севастополь. Вообще у нас 5 тренировок в неделю, но сейчас я провожу все 7 дней на поле, чтобы хорошо представить. Для города Севастополя, в принципе, то, что наши игроки попадают в сборную страны, даже претенденты, а ещё и в сборную, когда вызывают, даже в юниорскую, это уже большое достижение. Поэтому пожелание, конечно, расти, добиваться. На сегодняшний день, ну, это первый игрок, который попал в сборную России. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза – Кофе Либо. Наслаждайтесь любой погодой вместе с самыми близкими за чашечкой ароматного Кофе Либо. Кофе Либо. В этом выпуске всё. Следите за развитием событий. Вместе с нами телефон редакции 545112. В студии работала Наталья Двойцына. Благодарю за внимание и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова